На эту сцену мы приглашаем, конечно же, того человека, который должен официально открыть мероприятие. Большое спасибо тем, кто ведет видеосъемку сейчас. Но вам надо будет еще параллельно как-то поаплодировать, конечно, SEO-компании Global Intellect Service Вячеслав Ушенин! Добрый день! Добрый день, дамы и господа! Я рад вас приветствовать! Здравствуйте, друзья! Добрый день! Здорово, что мы собрались в это непростое время. И Костя уже сказал, но я тоже от себя хочу, пользуясь случаем, благодарить каждого из вас, каждого человека, кто сейчас в этом зале находится, за то, что вы сегодня здесь. И несмотря на те ограничения, в которых мы сейчас живем, вынуждены жить, несмотря на этот мороз, который... Ну, никто, наверное, не ожидал, что в феврале, зимой, может быть, минусовая температура. Значит, несмотря на этот мороз, несмотря... Ну, было масса, на самом деле, причин не приехать, не прийти на это мероприятие, но вы сегодня здесь, и я действительно искренне от себя, от администрации хочу вас поблагодарить за то, что вы здесь сегодня. Для нас сегодняшнее мероприятие, оно стоит особняком, потому что это не просто подведение итогов прошлого года. Как вам, кстати, 20-й год? Как вам 20-й год? Отлично, супер. Мы сегодня не просто будем подводить итоги 20-го года, мы не просто будем поздравлять самых выдающихся людей нашего с вами сообщества. Сегодня, скажем так, красной линией через весь день у нас будет идти презентация нашего четвертого поколения, нашего флагманского продукта UDS. И это четвертое уже поколение, у нас было первое, второе, третье, и вот сегодня мы с вами будем говорить о четвертом поколении. И если до этого все вот эти поколения, все генерации продукта, они были в основном о функционале, то четвертая генерация, она не только о функционале, и больше даже не о функционале, она уже о новом способе мышления, видения, как мы воспринимаем этот продукт, восприятие этого продукта. Это, по сути, новая парадигма. И сегодня будет выступать аж три спикера, которые из администрации компании, которые будут говорить о четвертом поколении. Каждый спикер будет со своей стороны рассматривать эту генерацию, выход этой генерации, для того, чтобы мы с вами смогли пропитаться вот этой идеей, чтобы вы поняли, о чем мы говорим, чтобы мы с вами вместе поняли философию и стратегию того, как мы с вами будем, как дальше будет продукт развиваться в ближайшие полтора-два года до новой генерации, до пятой генерации. И сегодня после меня будут выступать, во-первых, четвертой генерации будет говорить наш директор по продукту, это Сергей Костюжов. Он начнет говорить о философии продукта, и он будет говорить про технические изменения, которые будут со стороны предпринимателя, что касаемо со стороны нашего предпринимателя. Затем после перерыва на обед у нас будет выступление нашего технического директора, это Булат Имамов. Он будет рассказывать уже с точки зрения пользователя, то есть с точки зрения нашего мобильного приложения клиента. И в самом конце нашего мероприятия у меня будет еще раз честь выйти на эту сцену перед вами и зафиналить весь этот день и еще раз рассказать о философии и стратегии развития дальнейшего, как мы будем развивать наш продукт. И для нас, для администрации, что мы сегодня испытываем, что мы сегодня чувствуем, для нас это как будто бы сегодняшнее мероприятие до и после. То есть то, как мы развали продукт до, и вот сегодня мы проведем мероприятие, и это уже будет совсем другое видение, все будет совсем по-другому. Вы сегодня это увидите. И я к вам обращаюсь, у меня просьба к вам быть внимательными во время этих выступлений, когда мы будем говорить о четвертой генерации. И для того, чтобы говорить о четвертой генерации и говорить о том, как мы будем дальше с вами расти, развиваться, понятно, что нам нужно поговорить еще о истории, то есть что было до этого, до этого момента. Все началось в 2013 году, история создания компании. Все началось с идеи того, что мы хотим создать IT-компанию, и мы хотим создать платформу, то есть IT-продукт, платформа. Если вы помните, 2013 год, это, ну, то есть началось вот это вот, не знаю, как вы застали это, может быть, вы думали об этом, но в 2013 году я впервые познакомился с таким понятием, близко познакомился с таким понятием, как платформа. Платформа, что такое? Это площадка, на которую с одной стороны приходят покупатели, с другой стороны приходят продавцы, и платформа, задача платформы, как IT-продукта, создать какие-то внутри инструменты для того, чтобы соединить клиента и покупателя, то есть продавца и покупателя. И в то время уже мы начинали слышать об успехах Uber, и мы начали видеть о том, как сетевая модель меняет экономику, как платформы начинают менять экономику. Мы увидели, что эти компании, которые используют платформенную модель бизнеса, они очень быстро растут в капитализации, и они очень быстро набирают популярность, и они действительно меняют экономику. Вот эта идея, она очень сильно меня зажгла, и мы решили, что мы тоже должны делать какую-то свою платформу. То есть в первую очередь платформа – это то, что помогает людям, это то, что делает людей ближе, это то, что позволяет сконнектить людей. И мы решили делать платформу, на которой бы мы дали возможность предпринимателям и пользователям, покупателям найти друг друга, создать инструменты для того, чтобы их взаимодействие было эффективным. И в ноябре 2013 года мы основали компанию, это дата основания компании, то есть на сегодняшний день компании уже больше 7 лет. Ноябре 2013 года. И мы решили, что мы будем делать платформу, и первой итерацией, первой задачей – это было на платформу привести пользователей, то есть людей, которые будут покупать какие-то продукты, товары, используя услугами предпринимателей. Первая итерация – это привести пользователей. Каким образом надо это сделать? Надо создать какой-то понятный контекст, среду, в которой человек привык находиться в интернете. 2013 год, где мы в основном проводили все свое время в интернете – это социальные сети. То есть сейчас мы проводим время в мессенджерах, тогда это были социальные сети, то есть все находились в социальных сетях. Мы поняли, что для того, чтобы привлечь пользователя, нужно, во-первых, создать ему понятную контекстуальную среду, где он привык находиться, и мы поняли, что это будет платформа на базе социальной сети. Платформа на базе социальной сети. И первое название этого, ну скажем так, первое название этого проекта, этого продукта – это мы долго думали над названием, и мы приняли решение, что это будет set-in-box название. Первое – это платформы. Если переводить с английского, то это set-in-box, это набор в коробке, или много разных инструментов в одном месте. То есть мы для себя приняли решение, что мы будем не просто создавать социальную сеть, а мы будем поднимать различные инструменты, которые бы привлекали пользователей на платформу. Понятно, что там была партнерская программа. Понятно, что там еще были дополнительные инструменты. И мы начали с трех первых инструментов. Это была социальная сеть, мы добавили блоговую платформу, мы сделали интеграцию с самым крупным агрегатором билетов, отелей, и в свое время у нас были цены дешевле, чем на SkyScanner, на Aviasales, потому что мы не делали комиссию, потому что это не наша бизнес-модель. Нам нужно было дать те же самые цены для того, чтобы привлечь аудиторию. Также одним из продуктов была IP-телефония. Уже тогда с мобильного приложения, социальной сети можно было сделать звонок своему другу. То есть у тебя есть друзья, в социальной сети ты нажимаешь на имя этого друга и звонишь. То есть понятно, что сейчас это есть практически в каждом утюге, но в то время такой возможности не было. И мы начали с этих трех продуктов. И идея родилась, мы начали ее делать. Ноябрь 2013, дата основания, и уже март 2014 года мы делаем первую презентацию бета-версии продуктов в Казани. То есть, как я говорил, мы начали с трех инструментов. И начали дальше возводить новые инструменты, четвертый, пятый и так далее. И одним из инструментов, по-моему, пятым инструментом у нас была, мы назвали это set-in-market. То есть мы начали уже делать карту города. И на карту города начали уже наносить предприниматели. То есть начали ставить флажки предпринимателей. Для того, чтобы та аудитория, которая есть в социальной сети, чтобы она приходила к предпринимателям. А предприниматели, в свою очередь, давали какие-то бонусы, какие-то привилегии нашему сообществу. И, значит, пятый инструмент – это был set-in-market. И понятно, что когда мы уже создали вот эту карту города, следующий инструмент нужно было каким-то образом начинать связывать пользователя и предпринимателя. То есть создавать инструменты для того, чтобы они между собой коммуницировали, для того, чтобы они взаимодействовали. И это было где-то лето или осень 2014 года. На одном из мозговых штурмов у нас появляется, внимание, шестой инструмент платформы. Значит, это как раз-таки возникновение идеи UDS-гейм. У нас уже к тому времени была, опять же, в бете CRM-система. И мы подумали, что на базе этой CRM-системы можно было бы развивать вот такую интересную историю. То есть мы понимаем, что партнерские программы – это один из лучших способов продвижения товаров и услуг. И мы тогда задумались о том, чтобы создать, по сути, для каждого предпринимателя свой собственный маркетинг-план. То есть свою собственную партнерскую программу, чтобы каждый предприниматель мог готовой партнерской программой пользоваться для того, чтобы взаимодействовать со своими клиентами, со своей аудиторией. И идея UDS-а – это в том, чтобы пользователю, то есть дать механизмы предпринимателю возможность в своем заведении или в своем бизнесе делать реферальную программу. То есть вознаграждать пользователей за то, что они покупают и делают рекомендации. И тогда появилась вот эта вот история реферальная программа, трехуровневая реферальная программа, когда можно копить бонусные баллы за счет рекомендаций покупок своих друзей. И UDS-аббревиатура – это United Discount System, мы назвали. То есть это единая дисконтная система, потому что есть карта города, где ты можешь получать скидки у предпринимателей. И почему гейм? Потому что это похоже на игру, когда я прихожу в бизнес, получаю какие-то бонусы, передаю QR-код своим друзьям, они тоже покупают, я получаю пуш-уведомления, мне приходят баллы и так далее. Это все похоже на какую-то игровую механику. Поэтому UDS-гейм. И UDS был шестым продуктом на этой платформе. Еще раз. Идея создать платформу, где мы могли бы объединять предпринимателей и их клиентов. Платформа начала расти, туда пришли пользователи, мы начали на этой платформе поднимать инструменты, и шестым инструментом был UDS. UDS-гейм. И когда у нас вот эта идея пришла, вот этого шестого продукта, понятно, что нам нужно было эту гипотезу проверить. Мы собрались с нашими самыми выдающимися партнерами нашего сообщества, с нашими лучшими партнерами в Дубае. Это был отдых у нас в декабре, конца 2014 года. И мы сделали первую закрытую презентацию этого продукта. UDS-гейм. Причем тогда еще ничего не было, тогда еще просто мы только-только начинали эту всю историю писать, еще нечего было показывать, я презентацию делал просто на ладошке. Я говорил, что вы приходите, у вас есть QR-код, вы, значит, его считываете, у кассира это все отображается, у предпринимателя это все отображается, он таким видит. То есть я показывал механику, по сути, на руках. И вот эта презентация, она имелась успех, потому что все сообщество, она сказала, это действительно классный продукт, нам он нужен, и вам нужно его создавать. И мы начали его делать, и просто посмотрите сроки. То есть в декабре мы сделали презентацию, и 18 января мы уже выпустили бета-версию, то есть выпустили первую генерацию, первое поколение продукта. Это была первая официальная презентация. 18 января в App Store и на Play Market появилось приложение UDS Game. То есть это 18 января 2015 года. И мы сейчас празднуем день рождения самого продукта 18 января, каждый год 18 января. Это был город Екатеринбург, и вот тут есть фотография, как мы друг другу передаем код. В зале все начали скачивать мобильное приложение, мы начали передавать QR-код, то есть мы начали смотреть, как это все работает на больших экранах. И произошел запуск этого продукта, запуск бета. И продукт начал развиваться, у нас начали появляться клиенты, аудитория начала расти, и мы с этим поколением, с этой генерацией работали 2 года. Затем, так как продукт растет, продукт развивается, нам нужно было понять нашу, ну скажем так, нашу УТП, нам нужно понять, что же мы действительно делаем. Вообще 15-16 и середина, то есть половина 17-го года, это были такие, знаете, поиски себя. То есть мы хотели понять, что действительно, что же это за продукт, в чем его УТП, в чем его действительно польза для бизнеса и для пользователей. И у нас было очень много стратсессий, мы проводили с нашими партнерами, с клиентами. С нами целый год работал топовый маркетолог Игорь Ман, который нам говорил, и по сути менторил наш проект, он говорил, вот это нужно добавить, вот это нужно сделать и так далее. Мы проводили с ним стратегические сессии и так далее. И вот эти два года привели к тому, что мы пришли ко второй генерации нашего продукта, ко второму поколению нашего продукта. Мы поняли, что UDS Game 2.0 это система лояльности. То есть мы действительно очень хорошо разбираемся в лояльности. Мы знаем, как бизнесу быть лояльным, как бизнесу создавать лояльную аудиторию, лояльных клиентов, как бизнесу создавать амбассадоров, своего бренда, своего бизнеса. И мы сделали в августе 2017 года, это уже был, по-моему, Крокус, мы сделали презентацию второй версии, второй генерации продукта и определили для себя, что UDS Game 2.0 это система лояльности. Идем дальше. Понятно, что мы также продолжаем развиваться, мы добавляем новые инструменты и каждый новый инструмент, то есть каждый новый функционал на нашей платформе, он всегда по обратной связи. Нам очень много пишут партнеры, клиенты, пользователи, они говорят, мы хотим это видеть, вы это видите в продукте. И вот эти полтора года, середина 2017 до начала 2019 года, это был такой очень сильный, мощный спринт по наращиванию функционала. То есть за полтора года мы очень сильно нарастили функционал. В продукте появилось огромное количество функций, новых возможностей. И когда мы подошли к 2019 году, к началу 2019 года, мы поняли, что продукт уже это не просто система лояльности. И нам пора делать новое поколение, новую генерацию, третью генерацию. Более того, это не просто новое поколение, 3.0. Это уже, это по сути новый продукт, новое видение. И мы пришли к выводу, что еще раз, UDS Game, это не просто система лояльности, а это уже большое количество продуктов. То есть лояльность это один из модулей, это одна из возможностей на платформе. Платформа очень сильно выросла. И мы сделали в то время ребрендинг, то есть мы поменяли логотип, и мы сделали ренейминг. То есть мы оставили аббревиатуру UDS, то есть раньше это было United Discount System, то есть единая дисконтная система. Мы оставили эти три буквы, но заменили на United Digital Solutions, то есть единые цифровые решения. То есть платформа с едиными цифровыми решениями. То есть единое, то есть то место, куда ты можешь прийти и получить большое количество решений, digital решений для твоего бизнеса. У нас произошла смена позиционирования и выход как раз-таки UDS 3.0. Это был февраль 2019 года. И вот с этим поколением, с этой генерацией мы проработали опять же два года. И прошлый год тоже внес 2020, он внес очень много корректив. И я лично благодарен этому году, прошлому году, потому что он позволил нам пересобраться. Он так по-хорошему встряхнул нас. И он заставил нас посмотреть дальше, что будет с миром дальше, что будет менять, что будет важно для бизнеса. И сегодня, в 2021 год, февраль, мы готовы вам представить уже следующее поколение. это 4.0. Новая генерация. Новое видение. И это опять же по-новому. Вы знаете, сегодня, вообще каждое поколение для нас, это как мы начинаем с нуля. То есть каждое поколение продукта, мы, наше видение, мы его подвергаем сомнению, и мы его пересобираем, наше видение. И в этот раз то же самое. И сегодня мы весь день будем говорить как раз-таки об этом четвертом поколении. Вся и генерация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...